Всем привет! Я предлагаю вам сегодня ознакомиться с очень интересным устройством. Это новинка от компании Xiaomi. Смотрите-ка, здесь указано. Xiaomi HyperOS в лице бренда Poco. Называется бюджетный смартфон Poco C75. Есть NFC на борту, пока не забыл. По конфигурации. 8 гигабайт оперативной памяти, 256 встроенной, однако будет и подешевле. Там, где конфигурация, по-моему, ну-ка, если меня не обманывает память, 128 гигабайт. По ссылке пса не приходите, смотрите. Стоимости, где лучшая, самая лучшая цена. Что у нас по расцветкам? Ну, глядите. Есть зеленый такой, самый, наверное, нарядный, самый симпатичный свет. Есть цвет такой серый, наверное, самый практичный. И черный, как у меня, самый унылый, но, наверное, и-таки самый популярный. Главные три фишки. Большой экран, 6,88 дюйма, охренеть не встать. 120 Гц, между прочим, обновление дисплея. Увеличенная емкость аккумулятора, 5160 мАч и 50 мегапикселей камеры. В общем, интересный бюджетник. Давайте же его распакуем, посмотрим. А во второй половине этого видеоролика я уже покажу, как он там снимает видео, как он фотографирует, как он там в играх, сколько в Antutu тесте набирать. В общем-то, все как обычно. Ну, а пока что я предлагаю вам перейти по ссылке в описании, не только посмотреть стоимость этого аппарата, да блин, я, по-моему, уже режу коробку. Ну, и также подписаться на телеграм-канал скидки на Алиэкспресс. Там лучшие цены, там лучшие скидки, все там публикуется. А также каждый месяц розыгрыш нового смартфона. Скорее всего, этот смартфон также будет разыгран в порядке очереди. Посмотрим, поживем, что там будет дальше, еще не знаю. В общем-то, стандартная коробка. А ну-ка, что внутри? Я бы отметил то, что толщина ее, она что-то настораживает меня немножко так. Но, может быть, я ошибаюсь. Я очень надеюсь, что здесь полная комплектация. Давайте же это вместе и проверим. Сверху лежит, естественно, такой черненький, кстати, тоненький и огромный лопатофон. Следом, а тут что-то новенькое. Я такой упаковки не видел. Обычно идет конверт. А, так это и есть конверт? Ёли-пали. Что-то мне подсказывает, что здесь комплектация... Да, бедноватая вроде бы. Ну, я могу вам сказать, что здесь только скрепка и вот бумаженцы. Больше ничего. А где чехол? Вот это попадос. Да как же так? Чехла нет, да? 33-ватта зарядка. Не самая быстрая, но и немедленная. Предъявите, наверное, компании Samsung за медленные зарядки, которые они называют обычно быстрыми. Вот такой провод белого цвета Type-C. На Type-A. Само собой. А здесь что? А что у нас здесь? Мне прям любопытство разбирает, на кой хрен столько пустоты. Да. Ну, в общем-то... В общем-то, с чехлом облом. Что ж поделать? Итак. Вот такой вот черненький красавчик. Матовые края, абсолютно прямые грани. Есть наличие 3,5 мини-джека. Можно подключать свои наушники проводные. Проводные. Это хорошо. Больше на верхней грани ничего. С левой стороны я смотрю отверстия под SIM-лод. Слод. А ну-ка. И что ж мы там имеем? А сейчас проверим. Есть резиночка белая, я смотрю, такая. О, ну тут хоть хорошо, хоть здесь не стали уже ничего вырезать. В общем-то, можете одновременно поставить две SIM-карты и увеличить память. Телефон не обязательно брать на 256 гигабайт. Увеличить аж до целого 1 терабайта. С нижнего торца есть подзарядку передачи данных, то есть Type-C разъем, микрофон-отверстие. И сейчас с правой стороны это перфорация основного динамика. Кнопка включения и выключения по правой грани. И еще. Она является за эти деньги сканером отпечатка пальца, что очень удобно и хорошо. Плюс-минус громкость. Качель громкости. Вот так вот камера выпирает. Он красиво смотрится. Однако, вот эта верхняя часть, она вся глянцевая, зеркальная. Пачкаться будет. Я бы предпочел, чтобы это было все матовое. Ну то ладно. Сзади шайба, огромная шайба. С одной камерой. На самом деле одна камера на 50 мегапикселей. Спереди 13 мегапикселей камера. Ну и фотоспышка по центру вверху. Снизу надпись заглушка. Дизайн как для бюджетника. Имкон достойный. А вот давайте-ка еще сравним. У меня тут рядом мой Poco F6 Pro. Потому что, ну для сравнения, просто чтобы вы понимали, размер дисплея, соответственно, корпус увеличивается. Здесь 6,7. Здесь вот было 6,88. И размеры, а ну-ка. Ух ты, елки-палки. Вы посмотрите, насколько он выше. Ну там, конечно, еще будут рамки. Потому что это IPS-матрица. Соответственно, рамки будут пошире. Но размерчики, я вам скажу, очень сильно отличаются. Если по ширине примерно одно и то же, так я, по-моему, запустил, пошла вибрация. То по высоте просто жесть. Соответственно, и кнопочки на другой высоте. Ну да, да. Конечно, различия огромные. Ну и как вам по дизайну еще раз? Вот просто тупо для сравнения. Я понимаю, что это разные весовые категории, как и ценовые категории. Абсолютно. Ну, просто так, ради представления, возможно, кому-то пригодится. Что ж, спереди приклеена защитная пленка. Он запустился. Даже вижу надпись HyperOS. По остальным характеристикам. Ну, я вам про камеру уже сказал. Здесь процессор Helio G81. Дисплей огромный, 120 Гц. Но разрешение дисплея, имейте в виду, все-таки HD, HD+. Впереди пленка приклеена, она как-то... Она как-то... Слушайте, а может тут и нету защитной пленки? А ну-ка. Мне прямо это... Слушайте. Я первый раз вижу, чтобы заводская пленка, которая транспортировочная, не от края до края. Это настораживает слегка. Может быть, в комплектации нет и защитной пленки получается? Так. Ну, похоже на то. Комплектация бедная, друзья. К сожалению, уж не знаю, как там будет по версиям. У меня глобалка. Может быть, российская версия будет с пленкой, с чехлом. Но вот... Олифобка. Олифобное покрытие супер. Если коротко, то это великолепная звонилка с большим экраном. Всегда антенночка на высоте. Слышимость хороша. Прием отличный. Но, как всегда, есть одно но. Компания Xiaomi по уже сложившейся традиции до 30 тысяч рублей впаяла сюда аппаратный датчик приближения, а не физический. Вот, пожалуйста, вам тест. Пытаюсь он, по идее, должен быть здесь. Вот расположен вверху, где фронтальная камера физической датчки приближения. Но его здесь нет. Здесь аппаратный, который был написан программистами компании Xiaomi. Но справедливости рады. За эту цену, ну, здесь это, по крайней мере, хотя бы оправдано. Навигация. Полтора метра точность. Все отлично. Разблокировка по лицу срабатывает исключительно в хороших условиях освещения. Никак иначе. И желательно держать под прямым углом. Однако, однако, сканер отпечатка пальца расположен в удобном месте, а то есть в кнопке включения и выключения. Как бы ни лежал телефон, если зарегистрируете два пальца на одной руке, два пальца на другой, а также еще 21, блин, как бы ни лежал, любой частью можете разблокировать. Хоть так лежит, хоть так очень удобно. И я вам скажу, разблокировка происходит не супер, мыло нееносно, но для бюджетного аппарата довольно-таки достойно. Как и его автономность. Чего не скажешь про процессор. Автономность впечатляет. Большой аккумулятор в совокупности с не самым ярким дисплеем бюджетным и с разрешением небольшим HD+. Хотя здесь 120 Гц обновления дисплея, ну так вроде работает в системе. В общем-то, держит, я вам скажу, достойно. В легкую полтора суток выдерживает. Заряжается, правда, за разу долго. Оказывается, он 33 Вт, это и не поддерживает. Поддерживает гораздо меньше. Перейдите по ссылке в описании, там поинтересуйтесь. В общем, 10% осталось заряда. Зарядка занимает около двух с половиной часов. 228 тысяч голубей набирает этот аппарат. По-другому это, конечно, баллы. Так вот, здесь касание поддержит мультитач. Несвежий, чуть-чуть там переименованный процессор. Вот эти все дела. Трехгодичный, четырехгодичной давности, в принципе, переименованный. Mali G52MC2. Графический видеоускоритель 720 на 1640. Точек, это у нас, естественно, дисплей. Ну и дисплей я не буду уже показывать, поддерживает 10 касаний. Пошли к Call of Duty, посмотрим, как он тянет игру на средних настройках. Какое-то огромное обновление прилетело. Вот устанавливаем. Но пока оно устанавливается, хочу вам объявить кое-что. Приятная такая информация, возможно, будет для вас. Я разыгрываю этот смартфон. Если вы хотите получить именно Poco C75 бесплатно, принимайте участие в розыгрыше этого смартфона в телеграм-канале скидки на Алиэкспресс. Так называется телеграм-канал. Скидки на Алиэкспресс. По ссылке в описании переходите. Приходите на телеграм-канал. Всего лишь два условия. Быть подписанным. Подписывайтесь на телеграм-канал скидки на Алиэкспресс. Второе условие. Даже это просто тупо формальность. Прожмите кнопку участвовать. Под постом о розыгрыше смартфона. А далее уже бот определит победителя и напишет победителю. В том случае вам. Если вам повезет и вы выиграете этот смартфон, он вам сам напишет. А что такое? Опять надо вводить что ли пароль? Так что удачи всем, кто хотел себе такой телефон. На халяву. Возможно вам повезет. Переходите. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ну и подпишитесь на этот канал. Вас возможно даже проверю. Ну что ж. Ну давай уже загружайся. Да, дисплей конечно чувствуется, что большой. Прямо огромные. Рамки? Рамки? Рамки присутствуют. Ёлки-палки. Действительно. Почему как будто бы игра слетела? На самом деле просто обновление. Я же уже играл. Уже тестировал. Смотрите. По настройкам пройдем. Я вам покажу. Средний. Да, вот я выставлял. Средний, высокий можно выставить. Настройки более никаких у вас не получится. Ну что, пошли в сетевую. Ну слегка поиграем. Звук. Звук на всю. Что ж. Та же самая локация. Как всегда вам для сравнения с другими смартфонами. Ну, несмотря на то, что здесь 120 Гц, обновление дисплея, конечно же, в игре вы этого не добьетесь, потому что это слабый процессор, не игровой процессор. Ну вот, еще можно, в принципе, и поиграть. Но производительности большой в игре не добьетесь. Подходит для игр с натяжечкой. Так, есть еще желающие? У меня Helio G81, если я не ошибаюсь. Что-то уже подзабыл. Вот так, да? Не хочу вас задерживать. Э-э, вернись, скотина. Вот это вообще не вовремя. Где эта скотина? Ага, иди-ка сюда. Слышу шаги, подкрадывается. Черти. Ох, хорошо пошло, а. Ага, счастливы. Главное, чтобы гранату не забросил. Как видите. Ух ты. Как видите, иногда процессор не самое главное. Хочу отметить то, что мне приходится перекрикивать динамик. Очень громкий. Чрезвычайно громкий. Идите сюда, олени. Вот один остался. Приехал. Ну да, вот разрешение экрана дает себе знать. Я вижу пикселизацию. Сильно смартфон не лагает. Слегка греется. Есть такое. О-о-о. Ну и напоследок давайте устроим фейерверк. Не. 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 Ха. Глянь. Выжил, скотина. Так. Я уже, знаете, это. Азарт. Азарт появился. Иди сюда. Нормалек. Вообще нормалек. А? Где мой кольт. Где мой кольт? А? А? Сейчас мы устроим тут. Кустину мать. Ах ты дрянь. Их там много. Слишком много. Давайте по одному. Блин, не вовремя. Куда? Ну, я думаю, не имеет смысла затягивать. Хотя, вот он еще один желающий. Ну, я, честно говоря, удивлен. Было одно обновление. Кстати, Android 14 здесь 100%. Выходи. Android 14 это кайф. Тоже в том числе очень хорошо. Так, ну, мне конкретно прям затянуло. Собственно, все. Победа. Это как раз таки по-американски Победа. Так вот, Победа с отличным счетом. Я еще и, видите, еще и это. Молодец. Итак. Могу отметить то, что хоть процессор и не игровой. Однако, скоротать пару так, десяточков минут, не больше 20, стоит. Не стерео, а один динамик. Есть хорошая новость. Он очень громкий. Он прям прилично громкий. Как примерно на каком-нибудь защищенном смартфоне. Ну, с басиками, да, есть проблемка. Не хватает. Однозначно звук бюджетный, дешевый. Для разговорных видео подойдет. Видосиков не более того. Ну, еще раз. Хорошо, что громкий. Нормально. Оправданно, опять-таки, по цене. Теперь по дисплею. Берем громкость, чтобы мне не пролетело завторские права. Посмотрим еще раз на дисплей. Дисплей, в первую очередь, выдает бюджетность своими рамками. Потому что снизу здесь такой приличный подбородок. Шикарный подбородок. Миллиметров пять, это точно. Плюс добавляет еще чуть-чуть слегка корпус. Сверху довольно-таки широкий отступ с своеобразным вырезом под камеры. И справа-слева потоньше края. В общем, спереди он бюджетный. Это не яркая, ну, только для помещений хорошая яркость. Хотя низкий порог яркости, я вам скажу, здесь прям за счет. Очень хорошо. Очень комфортно. Верхний порог, ну, не хватает яркости, наверное, процентов так на 15, я вам скажу. Но, правда, радует опять-таки 120 Гц. Обновление дисплея сюда втулили. Это первое еще. И второе. То, что действительно, это огромный дисплей. Просто большущий дисплей. Это уже практически 7 дюймов. Давайте я одену на чечи. Я их не зря здесь приготовил. Здесь хорошее освещение у меня. Конечно, по видеозаписи эта камера подойдет только для технических целей. Как для бюджетника, я вам скажу, он неплохо фотографирует. В условиях, опять-таки, хорошего освещения. Вот такая рожа получилась. Узнаваемая мною. Нахальная в розыске. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое красивое небо вечером. Красный закат. И попробуем приблизить. Два и три и четыре, пять, шесть, пять, шесть максимально. Теперь обратно. Пять, четыре, три, два, один, один, шесть, один. Foco C75, основной модуль камеры, Full HD 30 кадров, максималка. Full HD 30 кадров, максималка и на фронталке. Держу одной рукой, иду. Вот сейчас вижу, что на экране происходит, а происходит там трясучка. Ну, не камерафон. Короче, снимать надо, если только не шевелиться. Не скакать, не бегать. Желательно застыть на месте и не дергаться. Вот если застыть на месте, вот что получается. Ну, так еще более-менее. Опять-таки, Full HD 30 кадров всего лишь. Вот вам Xiaomi, не панацея. Радует, правда, его автономность с большим экраном. Потому что экран не самый яркий. Хотя вот сейчас, ну, сегодня пасмурно. Солнце-то зашло, похолодало. Зима, что ли, ноябрь. Пришел. Вроде так хорошо видно, когда солнца нет. Так на дисплее все хорошо видно. На солнце, да, наверное, будут проблемы с яркостью. Ну, короче, много не жрет дисплей, да еще и разрешение. Много не потребляет. Да и не мощный процессор, не игровой. Много не заберет. Поэтому и автономность у него. Уверенная полтораха. Держит полтора суток. Хорошо держит. И вот так вот снимает, если в отличных условиях освещения, когда солнце не мешает, рассеянный свет. Просто прекрасные условия. Что хотелось бы отметить по недостаткам. В первую очередь, недостатком отнесу, конечно, его комплектацию. Мне не нравится, как он снимает видео. Что на фронтальную камеру он очень слабо снимает, только для видеоразговоров. Что на основной модуль камеры снимает очень слабенько. Фотографирует он неплохо, это еще в плюсах. В принципе, за эти деньги нормально, он хорошо фотографирует. Есть наличие 3,5-миниджека, наушники подключать. Отличная автономность, отлично держит аккумулятор. Большой дисплей, как ни крути, но он здоровый. Хороший сканер отпечатка пальца, Android 14, NFC есть. Ну, как бы, отличная звонилка. Для ребенка, как второй смартфон, да и как основной, если вы не требовательный пользователь. Там, где-то вы не играете вообще, а если там где-то застряли, ну, можно посидеть минут 10-15. Субтитры сделал DimaTorzok